И текст еще одного нашумевшего законопроекта о реинтеграции оккупированных территорий появился сегодня в интернете. Его опубликовала на своей странице в фейсбуке вице-спикер Оксана Сыроид. В документе 16 страниц он предусматривает признание России страной-агрессором, а не подконтрольные территории Донбасса оккупированными. Соответственно, все органы власти там незаконны. Президенту дано право прекращать полномочия областных советов и назначать военные администрации, а еще объявлять военное положение в любых областях, а не только в зоне АТО. Но по информации источников украинской правды, это старая версия документа, другой текст, англоязычный, тоже не актуален. Законопроект до сих пор меняется, президент внесет его в парламент, скорее всего, завтра. Это же подтвердила и первый вице-спикер Ирина Геращенко. По ее словам, было несколько десятков версий документа, но в окончательном варианте будут определенные важные и неожиданные моменты. Ключевая философия этого законопроекта – это возвращение территории, восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, а не, как некоторые фракции тут предлагают, за что они бьются, отмога от территории. Такого не будет. Мы будем бороться за продолжение санкций. И для этого будет одна новела в законопроекте. Продолжение следует... Продолжение следует...